Всем хай! С вами Юджин и сегодня мы с вами играем в длинную утку! Прошло грёбанных два года с тех пор, как я последний раз играл в эту игру. Скажу вам честно, закончил я в неё играть, не пройдя до конца, потому что, ну, очень много мы с вами в неё играли, и это был режим, который вот сюжетный, который меня немножко подзадолбал, можно так сказать. Ну, поймите меня правильно, сюжет здесь прикольный, история крутая, но я знаю эту игру сейчас в пелёнок, я её ещё вот на руках держал, когда только кривая вышла в этот мир, и я прям вот шёл с ней бок о бок, придумывал свои какие-то истории там, и это было так интересно, так оригинально и незабываемо, что история меня немножко ужала в какие-то рамки, из которых было очень трудно выйти. Она грубо такая, всё, Евгений, подвинься, ты как бы поиграл, повеселился в игре, а теперь я покажу тебе свою классную историю. Вот, она, конечно же, классная, несомненно, но наша история, которая вот с самого начала нашего канала, она, конечно же, была в разы душевнее. Тем не менее, прошло два года, и мы с вами начинаем 98-й выпуск The Long Dark, потому что очень скоро выходит новый эпизод, и я всё-таки должен пройти эту игру до конца. Посмотрим, после того, как все эпизоды закончатся, захочу ли я играть в неё вот дальше выживать, это уже как попрёт. Сейчас же, давайте об этом больше не думать, 98-й, по-моему, правильный выпуск, начинаем. Снова в шкуру Астрид мы заходим. Астрид стоит возле камина. Вместе с этим чуваком я забыл этот священник, и мы с ним два года стояли в дупляле. Какое у меня задание? Найдите упавший самолёт. Где? Где? Слушайте, как будто бы... Ох, нихрена, сколько жратвы, сколько всякого барахла я тут нашёл. Мне спать надо! Тут где-то мой спальник лежал, вот он. Как раз-таки всю ночь проспим, отлично. Ах, мы проснулись. Слушайте, нет просто лучшего способа испытать какой-то странный, экзистенциальный дизонанс. Я не знаю, как это назвать, я маленький словарный запас, я тупой. Короче, как будто бы двух лет и не было. Как будто бы вот я только вчера завершил выпуск. Вот такое сейчас ощущение. Я просто взял и сделал монтажную склейку в своей жизни только что. Охренеть. Ты будешь тут долго стоять? Да, он кивает, он будет тут долго стоять. Я вообще напрочь забыл, что нужно делать. У меня два литра есть воды, будем пить то, что есть. Остальное оставим. Кто там бредит? Заткнитесь, я пытаюсь думать. Просто хором все закашляют. Заткнитесь! Боже, я уйду отсюда. Здесь болезни повсюду. Как-то злободневно получается. Мы закончили эту игру в девятнадцатом году. И начали в двадцать первом, когда уже весь мир болеет. Вот он весь мир. И он болеет. Так, мы выглядим максимально забавно. Всё-таки нам надо понять, куда идти. О, у нас тут целая куча квестов. Чёрный камень. Байки о снежном... Снежного человека мы хотели найти. Точно, я помню в предыдущем выпуске двухлетней давности я сказал, что мы пойдём в следующем видосе смотреть снежного человека. В следующий раз пойдём обязательно, ну вы знаете, на самую важную миссию во вселенной. Поиски снежного человека, конечно же. Идём, как и обещал. Кто-то ходит? Идём, как и обещал. Всё. Бо, как мне на ухо просто наорал. Наскулил мне на ухо, тварь. Я подождал ещё немного, уже рассвет. Давайте попробуем выйти теперь. Присели. Всё, волк ушёл. Я жирный картышак. Или не ушёл. Где он? Ага, зассал меня. Увидел доминантную самку и сбежал, поджав хвост. Вот мы здесь, и нам нужно к снежному человеку. Это надо делать быстрее. Охренеть, это мой костёр. Долго не думаем, собираем все палки. Давай, вверх, в горку. Оп, молодец, Астрид. Стоп, ей может быть больно. Её сильные лодыжки могут не выдержать. Хотя не очень сильные. А мне кажется, раньше было гораздо прикольней, когда на карте не было индикации, где мы находимся конкретно. Наверное, то же самое вы пишете сейчас про мои выпуски, да? Типа, раньше выпуски по Long Dark были лучше. Я забаню просто тебя, и всё. Шучу, я никогда не баню никого. Вы можете писать что угодно. Даже свои самые сокровенные секреты. Кто звук издаёт? Слышите? Очень странный звук. Тихо, тихо, тихо. Аккуратней. Лыжный спуск. Лыжный. Как-то это не современно. Спуск на сноуборде. Так, так, так. Кто этот у нас дохлый валяется? Пожалуй, я тебя соберу. Но это будет долго. Нет, 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 нет. На обратном пути. Я уже замерзаю. Пещера снежного человека. Да. Давайте узнаем, правда это или нет. Ты кто? Какой-то мужик. Маккензи? Это не Маккензи. Это какой-то замороженный труп. Опа. Поношенные красоки. Говна кусок, конечно. Местные рассказы о снежном человеке выполнено. Погодите. Риск кишечных паразитов. Схренали. А, блин. Ну ладно. Риск-то в принципе небольшой, поэтому забили болт. Сейчас мы вот эту вот отстойную поношенную худи снимем. И вместо нее, погодите. Мы можем собрать только ее. Нахрена мне ее забирать? Погодите. Вот она, господи. Я что-то не понимаю. Стоп. Обратно все надеть. Все самое лучшее надеть. А вот это. О-о-о-о. Вот. Вот теперь я себя чувствую прекрасно. Так, давай, мистер Труп. Корм для собак. Че это? Книги, книги. В принципе, пригодится, чтобы костер развести. Я думаю, этим мы сейчас и займемся. Костер это я, твой повелитель. Да, мне было два года, но я вернулся. И теперь ты обязан разжечь ее. С первого раза. Потому что если нет, то я просто испепелю тебя. Испепелю тебя. Хоть ты и огонь, но я испепелю тебя. Вот так, хорошо. Угрозы огню помогают. Это уже проверено. Пожалуй, приготовим эту банку. Она уже подсдулась. И поэтому надо ее быстрее сожрать. Покажи, насколько ты вкусный. Да. Очень хорошо. Палки взять, палки взять. Ну че, я согрелся. Вроде ничего так. Но я бы хотел еще все-таки добыть этого оленя. Разожжем здесь костерчик. Прямо вот тут. Час 44 будет делаться. Как раз таки мы можем воспользоваться этим временем, чтобы добыть всю оленю. Всю шкуру и все кишки. Забрать. Окей, берем факел и идем. Боже мой, я так гремлю, словно меня можно вешать на дверь в магазине. Чтобы оповещать продавца о том, что покупатель зашел. О нет. О нет. Волк припрятался там. Ну сволочье. Быстрее. Нет, революбер нельзя. Вот, ружье. Просто держим его в руках. Экономим, как всегда. До последнего тянем. А че они такие ссыкливые? Все потому, что ходит слух о моих сильнейших лодыжках. О, на астрид в горы зашла и лодыжку не сломала. Не то, что Евгений. Ее он всегда ломал. Астрид сильная лодыжка. Но слабый кишечник. Думаю, надо здесь шкуру оленя и кишки его сбросить, чтобы они сушились. Нельзя терять ни минуты. Фу, зашел сюда, сразу как-то неприятно стало. Я брезгливый человек очень. Все кашляют, все какие-то заразные. Два года лежите здесь и все никак не согрейтесь. А ведь костер, вот он. Тем временем нашему падре очень тепло даже, я смотрю. Смотрите, надо белисьмо. 23 минуты приготовиться. Мы можем часик поспать. А, блин, сгорело. Оставим здесь, может быть, кто захочет это есть. Мясо, пожалуй, оставим здесь, на камине. Пусть оно дымится. Оно наполнит помещение приятным горелым дымком. Вам будет всем кайфово. Говорят, дым изгоняет злых духов, да, падра? Блин, что же делать-то? Давайте посмотрим на карту. Нам идти вообще в ад самый. До церковной древности. Давайте возьмем с собой спальный мешок. Воу, воу. Он враждебен? О, заткнись. Они пришли мне что-то сказать. Это сообщение. Или нет? Бесят, а? Что делать-то? Ладно, давайте еще часик поспим. Ну все, теперь точно должны уйти. Значит, смотрим. Есть прямой путь до церковной древности. А есть немножко такой вот крюковатый. Но прямой путь тут будет куча волков. Здесь, мне кажется, будет поспокойнее. Что, все волки ушли, да? О, окей. Смотрите, там пожар. Что-то там происходит. Ну-ка, пойдемте туда лучше. Это как раз-таки в сторону древности. И в итоге Евгений пошел прямым путем, который сам же назвал опасным. Ну, мне кажется, я погорячился. Выглядит довольно-таки безопасно. Пустынное поле, никого нет. И идеальная погода, к тому же. Просто идем вперед. Нашей старой, доброй, тихой проходкой. Воу, 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 воу. Как? Какого? Вот именно, какого? Запорол мне походку. Не смей грамишать мне предаваться ностальгии вместе с моими подписчиками. И на последнем прищуре я дохожу до этой избушки. Смотрите на мои глаза. Они вот настолько прищурились. Зарем не гадарки. Заходь, заходь. Заходь, моя родименькая. Ах, хорош. А тут кроватка меня ждет. Меня ждет? Меня ждет. Ой, ой. Ой, я лег спать не попить. Спасись. Тупая, астрит. А теперь можно спать. Проспав нереальное количество часов. Восемь гребаных часов. Словно из-за похмелья. Теперь нам нужно покушать немножечко. Так, банка, банка, банка. Давайте. Что это? Это что? Пульки. Погодите, мы здесь ни разу не были еще, оказывается. Местные легенды. Призрачный олень. Призрачный олень? Погодите. Евгений, 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 ты еще не погиб. Тебе предстоит еще многое увидеть и многое узнать. Следуй за мной, не отставай. Твое время еще не пришло. Точно. Я помню, я встречался с ним. Он сказал, я еще не готов. Прочесть текст. Измученные суровыми зимами и брошенные вдали от цивилизации, жители отрадной долины часто искали приют и утешение в самой природе. Больше всего им нравилось выслеживать легендарного оленя, который, как говорили старожилы, способен открыть особую истину. Но лишь тому, кто сумеет найти этого зверя. Это откровение дар таинственного животного? Или результат безмятежного наблюдения за природой? Теперь это уже никто не знает. Это я узнаю. Возьми. И давайте по полкам пошарим. Потрепанный штаны карга. На 1% лучше. Носить. А мы можем ремонтировать его? Конечно же можем. О, какие классные стали. Продолжаем чинить. Смотрите, просто идеальные. Даже не обосранные. А поверьте, в таком холоде я бы не стал оголять задницу. Я все делаю в штанах. Газетная вырезка. Читать. Древность была украдена из церкви в перепуте Томпсона. По словам священника отца Томаса, один щедрый землевладелец подарил ее местному приходу десятилетия назад. Ее стоимость измеряется в немалых деньгах, но наша церковь видит в ней и духовную ценность, признался священник. Опа, корм для собак. И сгущенка. И соленый крекер, столько жратвы, прекрасно. И водица. Отлично, затарились. Еще чемодан внизу, как я мог пропустить? Недоставленное письмо. Синди, как дела, крошка? Денег нет и ничего не светит. Нужно было что-то делать. Почти никого не осталось. Не знаю, что будет дальше, но мне очень жаль. Вещица там, наверху гребня, в пустом подвале. Может, мы сможем обменять ее на путевку отсюда? Сэм. Про какую-то там вещицу интересную мне говорят. Призрачный олень, вот. Нам обязательно надо будет сходить туда. Но сначала вот сюда. Готов ли я сейчас узнать от призрачного оленя что-нибудь? Ух, ядренно так задуло. Быстрее. Где-нибудь, где можно укрыться. Вот здесь. Что это такое? Чемодан. Ну, конечно же, недалеко самолет упавший был. Пустой чемодан. Воу, здрасте. Палки, дрова. Вот труд давайте заберем. Остальное оставим. Канистра с горючим. Два литра нет. Спасибо. А у меня есть общая-то? А у меня нет канистры с горючим. Тогда я не могу ее не взять. Я буду не с собой, если не стану таскать все барахло. Поэтому и дрова забираю. Тимофеевка, муговая, да, заберись. Заберись. Все это необычайно вкусно будет мне. Все, я просто вырезал все семейство Тимофеевок с этого берега. Я что-то не понимаю, как мне туда забраться. Ох, и не хотите ли вы мне сказать, что мне нужно было как-то вот так идти? Ладно, я уже здесь. Давайте попробуем вот с этой стороны пройти. Вроде бы тут уже не такой крутой подъем. Ну, для меня, для моих сильных лодыжек. Ё-моё, вывих лодыжки, моя сильная. Хорошо, что мы перевешаны, поэтому для нас особо нет разницы. Скорость не пострадала. Иди, Астрид. Немножко уши заложил от боли дикой. Да, и мать мою, вывих лодыжку вторую. На чем же я теперь иду? На вере, конечно же. Все будет зашибись. Сильные мы. Ох, я уважаю нас. Ладно. Вопить от боли не зазорно. Зазорно это сдаться, когда ты сдался. Мы можем извести наши лодыжки в ноль просто. Но мы не можем пасовать перед этими трудностями. Мы идем вперед. Мы ползем. Мы сотрем наши лодыжки в порошок. Этот порошок мы разведем с водой и получится очень вкусный напиток. Бодрящий. О май гот, риск переохлаждения. Давай, огонь. На тебя вся надежда. Ааа, хорошо. И кстати, 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 у нас же тут такой классный костерчик. И такой классный лагерь получается. Давайте здесь и поспим. Сон. Простись, вода кипит. Все, забрать. Давайте банку кофе приготовим. Что там по лодыжкам? Вывих обоих лодыжек. Ну и боль. Как полагается все. Кофе, готовься быстрее. Все, кофе взял. Потом выпью. Потом разогрею его. Сон. Два часа. Чашка кофе. Давайте разогреем. Готово. Вот, пьем. Вы не хотите пить? Твою мать, зачем я разогревал тогда? Ладно, хрен с тобой кофе. Холодный выпью. А мои лодыжки в полном порядке. И мы, кстати, реально забрались здесь. А тут как бы этот гордый хребет. Я боюсь, мы не сможем его пересечь. Вот будет облом. Оу, ноу. Мы идем куда-то вниз. Оу, ноу. Присесть. Идем. Присеть. Осторожно. О, нет. Что за... Стрейф. Застал. Идем. Сколько вас? Мать. Черт. Да, нет. Просто касанул меня, а я промахнулся от страха. Кровью истекаю. Залечиться. Применить. Блин, может быть, убить его. Вот так. Слушай, еще один. Тут надо револьвером, конечно же. Попаду вам в страху. Опа, хорош. Прижгло, да? А что это за шкала новая такая? Я еще не видел ее. Это волки осведомлены обо мне? Они чушат мой запах? Я в радиусе их нюха. А они в радиусе моего нюха. Вонючая мокрая шерсть. Блин, да что я хожу вокруг да около? Где мы? Мы прямо вот здесь, возле самолета. О, боже мой. Надеюсь, они и не идут по моим следам. А возможно, показывается просто хп волка. Вау! О, боже мой. Я думал, это волк упустил. Это всего лишь запястье мое. Та самая рука, что держит револьвер. Ну, мать моя, а? Вот это обида. Гребанная обида причем. Что? Это перекрыли меда... О, лодыжка! Ты вслед за запястьем, да, решил повторить? О своей головой не можешь подумать? Ё-моё. Как мне здесь пройти? Стоп. Проползти. Я умоляю. Говно. Вот это говно. Я сейчас хлебнул только что, говнеца. А, походить надо будет. Ладно, сволочь. Пойдемте. А! Еще больнее стало. Ладно, надо просто привыкнуть, что лодыжки здесь будут ломаться направо-налево. Благо, у меня есть набор запасных лодыжек. Но они тоже сломаны. Давай, Астрид, терпи. Сейчас мы обойдем всего лишь гору. Охренительный большой крюк мы сейчас делаем. Но ты потерпи. В принципе, терпеть это все, что тебе остается. Другой вариант сдохнуть. Но это не наш вариант, правильно ведь? Правильно ведь? Жжет немного. Вот хороший настрой. Открытый перелом. Немного щипет. 28 ножевых ранений. Немного колет. Слушай, ну вот, дымится. Мы прямо где-то здесь. Значит, смотрите, у нас запястье, лодыжки и три боли. Три разных вида боли. Собери всех и получишь приз. Какой приз можно вот в таком случае хотеть получить? Скорую смерть. Погодите, пожалуйста, позволь мне вскарабкаться. Давай. Астрид, ты можешь. Ладно, хорошо. А пойдем еще. Окей. А, аккуратней. А, а это коцает меня? Ну, немножко. Там есть вышка сторожевая. Хрен с ней. Мы на финишный прямой Астрид. Пальца не мели. Да твою же налево. Сколько там у нас? Минус 16. Все конечности болят. Я думаю, самое время это выпить кофе холодненького. Ох, энергия-то пошла. Чувствуешь? О-хо-хо. Усталость снизилась. Немного жжет. Но это не горячий кофе. Это полностью переломанное тело. Ох, мы добрались почти что. Чуть-чуть осталось. Давай, Астрид, я в тебя верю. Ну, ну, риск переохлаждения. Давайте отползнем чуть-чуть к скале. Отковыляем, я бы сказал. Есть вероятность, что самолет меня будет греть. Очень, блин, на это рассчитываю. Почему в меня до сих пор дует? Я уже под скалой, я как краб. Сохранение. Так, а что у нас там по ощущению 17? Стоп, греемся. Есть, самолет меня отогреет сейчас. Слушайте, ну если такое ощущение у нас хорошее, давайте-ка возьмем и поспим. Ну а можно ли спать здесь без костра? Меня не убьет игра за это. Давайте попробуем, все-таки не будем рисковать. Давайте попробуем приготовить травяной чай. Готовить, выпить. А, хорошо. Давайте спать 4 часа. И мы полностью здоровы. Окей, здрасте, что это у нас тут? Сразу, и первым делом Евгений находит жратву, конечно же. Еда из самолета. Так, открыть дверь. Кто-нибудь есть живой? А если есть, то хавчик. Есть или нет? Блин, все выживалки, вот у них одна и та же фигня. С самолетами случаются проблемы. The Forest тоже самое. Погодите, это что за прекрасные штаны? Это прекрасные штаны одеть. О, хорошо. Собственно, что я тут должен найти? О, мама. Я что-то слышал. Невероятно, что кто-то вообще выжил. Теперь нужно найти инсулин. Да, точно, вот зачем мы здесь, инсулин. Значит, еда из самолета. Ох. Блин, вот это да. А, да, кайф. Личная футболка на ткань, на кожу. Вот труп лежит. Прочесть текст. Эй, Льюис. Удостоверение личности на имя Льюис. Не знаю, зачем мне это нужно. Ну ладно, возьмем. Слушай, здесь, по-моему, очень много всего. Я даже не знаю, стоит ли мне все пытаться собрать. Блин, сколько всего? Охренеть. Давайте встанем возле костра и начнем все это разбирать на куски. О, здрасте. Антисептик, повязка. Пожалуйста, давай, инсулина мне. Немножко не то. Ох, нихрена себе. Сигналиваю, у меня нету, кстати. Забираем. Ой, блин. Как много еды, мать моя. Как много еды. Астрид стоит большой и сильный к концу этого путешествия. Я имею в виду просто жирный, огромный. Я не знаю, как она будет отвечать на вопросы, почему все вокруг в этой долине сдохли от холода, от болезни. Астрид жирная и здоровая. Он такая. Ладненько, пойдемте выше. Я слышу кого-то. Человек? Мэм? О, господи. Вы живы? Что это у вас? Растяжение лодыжки. О, боже мой, бедненькая. Я уже здесь, я пришла помочь. Прошу, мне больно. Пусть это прекратится. Четыре часа. Поспи, и все будет окей. Вы пережили крушение, вы в шоке. Но я могу вам помочь. Сначала я разведу огонь. Слишком поздно. Ай, не драматизируй. Вы потеряли много крови, и у вас обморожение. Но все в порядке, все будет в порядке. Я врач, я могу помочь. Пожалуйста. Я хочу, чтобы это закончилось. Нет, она не может. Флэшбэк, ни хрена себе. Хм, интересно. Так-так. Черт подери. Центр сомонологии. Говорит доктор Астрид. Ты уже получил ее? Я же просил не звонить сюда. Прости, но мне страшно. Я над этим работаю. Стало еще хуже. Мы должны что-нибудь сделать. Я делаю все, что могу. Ты говорила, что у вас есть то, что поможет ей. Я не могу так просто. Нужно попасть в охраняемую зону лаборатории. Я не смогу ничего оттуда вынести. Я должна соблюдать протокол, и... Астрид, стал еще хуже. Ты должна что-нибудь сделать. Ты понимаешь? Это как никто другой. Да. Понимаю. Найди способ. И скорее приезжай сюда. Я все сделаю. Как только пойму, что... Я найду способ привести это. Ты обращалась к Уиллу? Нет. Мы уже давно не... Я еще не говорила ему. У нас нет на это времени, Астрид. Ты должна это сделать и поскорее. Хорошо. Я все исправлю. Обещаю, я буду там. Боюсь, это произойдет снова. И в этот раз мы потеряем ее. Этого не случится. Поспеши, Астрид. Мне жаль. Мне очень жаль. Знаю, вы чувствуете сильную боль. И хотите, чтобы она прекратилась. Но я не дам вам здесь умереть. Когда вы переносите уж выживших, позаботитесь о том, чтобы они не замерзли. Не испытывали жажду, и им не грозила опасность. Оу. Погодите, что? Сначала найдите инсулин и все документы. Так, я... Пройдусь по вам. Извините. Нужен инсулин. Инсулин! Документы пассажиров. Надо найти. Ё-моё. От меня хотят, чтобы я собрал 10 документов. Нужно еще 8. Но я видел всего 3 трупа. Ну вот ты еще пока жива. Пока. Ну, видимо, придется по чемоданам рыскать. А, здрасте. Так, у него пассажирский манифест. Просто люди и документы. Не, погодите. Вот еще труп лежит. Отлично. Вот и ночь закончилась. И нам нужно найти еще пятерых. Мои детективные навыки подсказывают мне, что это еще 2 трупа. Смотрите, как красиво они лежат. Это прям как та картина известная. Сразу двоих. Хорош. Вот, как и тебя не заметил. И тебя. Но самое главное, тебя, газировочка. Целую кучу газировок не заметил. Остался последний пассажир. Ножовка. Мне нужен последний труп всего лишь навсего. Кажется, я нашел его. Так, быстро документы показала. Спасибо большое. Погодите, теперь мне нужно что? Доставить эту телку туда? В общественный клуб? Ну что, во-первых, осмотреть. Ага, потеря крови. Вылечим. Это все просто колено слегка болит. Все, вам стало лучше. Это я тебе говорю. Нести. Ё-моё. Окей. Задницу убери подальше от моего лица. Стоп. Я же не могу даже ничего делать. Я не могу оружие взять в руку. Нужно бы положить выжившего. Или положить на выжившего. Посмотрите, мы даже видим ее хп. Видим ее переохлаждение, ее жажду. Сейчас, Гвен. Погодь, секунду. Я сам переохлаждаюсь. Да, я знаю. Я просто весь банками обвешан. Так, Гвен, заткнись. Мы страдаем вместе, одинаково. Но я чуть больше, потому что что-то я тебя несу. Вот сейчас я положу в комфортном месте. Вот так, я думаю, тебе будет максимально комфортно. Познакомься. Это Боб. Я не знаю, кого зовут. Я забыл, какое из этих удостоверений его. Это Боб, короче. Так, лучше? Я знал, что тебе понравится. Да, поплачешь ему в жилетку. Ты можешь рассказать ему все свои секреты. И в целом он будет напоминать тебе о том, что не все потеряно. Ведь жива ты, а не он. Надо ей дать попить. Риск обезвожнего. Попить. Кстати, я бы поспать лег. А я прямо рядом с вами лягу. Ах, часик здорового сна. Гвен, ты как? Хорошо? Выздоравливаешь, я вижу, да? Как? Попрощайся с Бобом. Пока, Боб. Мне нравится, как далеко мы можем ее примерить, чтобы положить. Вот туда, на дерево. Что ты хочешь мне положить на дерево? Нет, Гвен, я просто так. Ну, это моя фантазия. Тут вопрос другой. Как нам выйти отсюда, блин? Может быть, здесь можем зайти? Воу. Стоять. Не получается. Что-то я ни хрена не понимаю. Как мне отсюда выйти? Сейчас, давайте попробуем. Может быть, вот здесь можно пройти? Нет. Давайте обратно наверх. Запястье. Ну, разве я ною? Нет. Я иду себе спокойно. Мне кажется, нам вот сюда надо. Блин. Я не понимаю, куда мне нужно. Ладно. Попробуем, может быть, вот сюда. Точно. Как же много времени я здесь потерял. Кошмар. Ну, ничего. Гвен, все будет в порядке. Астрид снова в деле. Снова разобралась. Опа, здрасте. Пещерка. Сейчас мы тебя покреем. Вот здесь. Все, кладись. Одна вниз. Прекрасно, прекрасно. Так, растяжением можно использовать вот эту вот повязку и обезболивающее. Пойдем, Гвен. Кстати, на самом деле, ты уже достаточно здоровая. О, как же долго мне пиликать. Кладись, труп. Что мы можем получить? Всего лишь три палки сраные? Нет. Так добывать я буду быстрее. Я думаю, на палках вывезем. Теперь нам нужно по бревну пройтись. Внизу не хватает рова с аллигаторами. Смотри, Гвен. Так кажется, как будто бы ты идешь. Поп-поп-поп. Гвен думает о чем-то очень важном. Гвен рубит древесину. Гвен танцует брейк-денс. О, боже мой. Так, я могу тут заблудиться. Гвен, показывай, куда идти. Поверните налево. Через пять шагов поверните направо. Через 200 метров поверните налево. Гвен занимается скалолазанием. Я слышу это или нет? Это что, телефон звонит? Судя по иконке, Астриц сейчас будет играть в керлинг. И кем она будет играть в керлинг? Конечно же, Гвеном. Давай. Аккуратненько. Покатилась, 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 покатилась. Сейчас, сейчас, сейчас аккуратненько. Есть! Прекрасно! Я не знаю правил керлинга. Так, а теперь давайте ответим на звонок. Все, Гвен, это твой новый дом. Я отвечу за тебя, не против? Алло, это снова я. Как? Откуда вы знали, что я буду здесь? Общий телефон и провод. Все звонки идут сразу на все телефоны. Мне лишь остается ждать, когда ты снимешь трубку. Что вам нужно, Молли? Я немного занята. Да, я видела, что ты нашла кого-то на месте крушения. Вы за мной следите? Просто наблюдаю. Из любопытства. Мне этого не по себе. Не хочешь сказать, что стало с твоим мужиком? У меня сейчас нет на это времени. Молли. Тогда я расскажу первое. Нам как будто тут холодно. Там, в доме, ты спрашивала про моего мужа. Рассказать-то особо нечего. Он мертв, а я живу. Простите, если это прозвучит резко, но вы совсем не переживаете. Ничуть. Полагаю, в подвале лежит именно он. Вы убили его. Ты мне скажи. Если не помочь кому-то, это считается убийством? Зависит от обстоятельств и от намерений. Говоришь прямо как законовед. Вы убили его. Его убили волки. Мои намерения? А я и хотела, чтобы он сдох. Психанутая баба. Так, Гвен, уже 77%. Могла бы и встать. Ножку я тебе перевязал, насколько я помню. Ладно, все, я тебя не брошу. Помни, это Гвен. Нам немножко осталось. Нам бы по-хорошему до той избушки дойти. Еще немного, Гвен. Вот он домик. Гвен, ты обрадуешься сейчас. Мы прямо войдем в дом. Есть! О, хорошо. Так, я могу себя, пожалуй... Что? Нету хренушки. На кровати ты не ляжешь. Тот, кто носит, тот и на кровати спит. Ты будешь на коврике спать, как песик. Все. Все будет хорошо, сломай. Давайте мы осмотрим тебя. О, ты хочешь водички. Это можно. Но кровать нельзя. Так, ну вот не надо только плакать. Не надо плакать. Подумаешь, поспишь на коврике. Ничего страшного. Ты вот сколько дней валялась просто под завалами самолета. Короче, все. До встречи через 8 часов. Не волнует. Я, если честно, ничего не вижу. Гвен. Так, покинуть домик. Сейчас. Гвен, 100%. Сейчас мы во тьме тебя проведаем. Попей воды. Все, прекрасно. Доброе утро, Гвен. Жива? Ай, хорошо. Что-то у нас совсем не согрето толком. Блин, может, надо было ее на кровать положить? Так. Не похоже, что ей становится теплее. Опа, энергетический напиток мы проворонили. Блин, а что же мне делать-то? Ладно, давайте берем ее. Неужели мне придется ее вот здесь вот на улице греть? Ладно, твою мать. Сейчас все книги достану и все сожгу. Что, получается как-то вот так, да, наверное, нужно? Не боись, сейчас все будет. Хорошо, давайте час. Пусть она час поваляется, погреется. И мы пока тоже пойдем погреемся. А, нет, мы не можем. Добрется, ждать здесь. Ладно, постоим тогда часик. Хорош. Несем. Окей. Прямая дорога в рай. Нет. Тихо. О, блин. Так, подохло. Следующий. Твою мать. Сыти. О! Да, блин. Сраным камнем тебя. На тебе. Попал. Опа, она возвращается. Нет. Это что за хрень такая? Это что, блин, за хрень? Стая волков на меня напала. Это что за ивент? Быстро неси с собой, Гвен. Погодите, нет. Положить, Гвен. Я же, блин, потеряю кровь. Что это за звуки, мать вашу? Да, блин, я хочу пить. Что? Это вот так я попил? Это все, что у меня осталось? Я всю воду израсходовал. Опа, Астрид, мы в жопе. Гвен уже лес с березками. Все будет хорошо. Вот, блинушки. У меня уже переохлаждение сейчас начнется. Так, ладно, стоим. Слишком ветрено. Тогда в амбар. Теплошенько. Отлично, Брайн Спот здесь есть. Так, кладись куда-нибудь сюда. Ух. Вот это мы на грани с тобой, да? Что это? Фонарик, кайф, труд, зажимись. И в контейнере что-нибудь классненькое, пожалуйста. Есть, 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 есть куча патронов. Ящик разломать. Уголь есть? Ух. Угля добавим в топку. Снег растопить. Есть. Все, вода готова. Слушай, по-моему, стала прекрасная погодка. Ущелье плюс 52 градуса по Цельсию. Ладно, как скажешь, игра поднять. Давайте напоим нашу подругу. Я просто в Дубае оказался только что. Выжили. Как хорошо, что я сюда пошел. Вот этот скилл, понимаете? Сразу видно, Евгений уже столько лет играл в эту игру. Почти 100 выпусков. Не растерялся и не проиграл. Вот только единственное, что надо держаться подальше от этого поля. Я вижу позорных вдалеке. Нам нужно идти на этот дым. Мешка. А, Евгений, это вы. Я вижу, несете мне дань. В виде вкусной человечины. Нет, это Гвен. И я не брошу ее. Я скорее прострелю тебе голову. Вряд ли еще одна дырка в голове сделает мне хуже. А кто сказал про дырку в голове? Я скорее думал запустить тебе флеер прямо в дырку. Хреново это я сделал. Он хреново полетел. И медведь теперь идет сюда. О, что это? Так, прости, Гвен. Я, кажется, тебя должен бросить здесь. Давай, иди сюда. Я сам приду к тебе. Ой, блин, страшно. Давай. Есть. Ха-ха-ха. Зассал. Хватай. Что-то я сам себе проблемы, кажется, устроил. Я понял, они реагируют на то, что я пускаю флеер. Как вы видите это интересно отсюда? Так, погодите. Брось. Он ведь не вернется? Вот это очень тупо. Что я не могу взять сразу флеер. Все, 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 все. Он от меня отстал. Мы почти у цели. Только волки повсюду. Не, блин, что-то... Нам очень повезло с погодой сейчас. Вот она, деревушка. Неужели? Осталось совсем чуть-чуть. Гвен, терпим. Я не знаю, мы сегодня максимально крутые. Мы даже медведя поимели только что. Вот он уже этот домик. Пожалуйста, быстрее. ПЛИЗ. ПЛИЗ. ДВУХ. ДЕСТЬ. Вот это был выпуск. Вот это просто... Я не знаю, как писать это. Столько эмоций. Конечно же, игра еще может доставлять. Вот эта вот волчья атака внезапно очень доставила. Сэр, принимайте нового нахлебника. Где-нибудь положим ее? Вот прямо сюда. Будет на чайнике лежать. О, боже мой. Это был крутейший эпизод. Если вам понравилось, то ставьте лайк. Зацените еще предыдущие эпизоды по Лонгдарк. Вот тут целый плейлист есть. Тут еще какой-то видос будет классный. Все это зацените. Переходите на все мои ресурсы. Пресс-и.ру, где мои комиксы продаются и читаются бесплатно. В том числе мой канал. Подписывайтесь обязательно. Ставьте кучу лайков повсюду, везде. Обожаю вас всех. Друзья, спасибо вам огромное за вашу поддержку. Увидимся в новых эпизодах Лонгдарк. Ждем четвертого эпизода самой игры. И увидимся очень скоро. С вами был Юджин. И всем пять.